13 января прокуратура обжаловала приговор братьям Навальным по так называемому делу Ивроше в связи с его мягкостью. Информацию подтвердили сразу же и в замоскворецком суде, куда поступила апелляция гособвинения. В общем, как говорят американские шпионы, все не так однозначно. Сам же болотный джинн Алексей Навальный, коротая время в гаданиях о суме и тюрьме, заодно вдохновляет свою паству на новые массовые подвиги. Ранее планировалось сорвать аплодисменты 15 января, но суд решил иначе. Теперь появились новые установки. Цитирую сайт Навального. «Мы начинаем подготовку к большой политической акции, которая пройдет в виде массовых акций в Москве и нескольких крупных городах. Даты сейчас нет, нужно немного времени на коалиционные переговоры. Но ориентироваться предлагаю на вторую половину февраля». Конец цитаты. Власти либеральной оппозиции опять пустились в долгое, казалось бы, перетягивание каната. Еще этот увлекательный процесс можно сравнить с вытягиванием репки. Причем в роли репки поочередно выступают то госслужащие, то оппозиционеры. Одновременно это игра на нервах, у кого быстрее сдадут. Кто первый сорвется с петель и попадет на крючок? Учитывая фактор хаоса, конечный результат сегодня не может предсказать ни одна из сторон. Но самое главное, в этой запутанной многосерийной мыльной опере нет никакой политики. Есть бесконечные споры хозяйствующих субъектов, прятки-догонялки полицейских и мафиози, сдобренные раблезианскими порциями горчичной и горячечной демагогии. Реалити-шоу с довольно высокими ставками для посвященных. Всем же остальным гражданам предлагается в очередной раз поиграть в дровишки истории. Но никакой истории, так же как и политикой, здесь не пахнет. Пахнет крысой, как говорят на Диком Западе. Если в России еще когда-нибудь и случится настоящая народная революция, она будет только социалистической и разберется с делами Навальных, исходя из революционной целесообразности. И в Роше, Шарли, Ваххабиты. Да какая разница? На выход. А пока что либеральные сердца хрустят, как свежий снег под сапогами красноармейцев.